МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа события в студии Марина Симонова. Здравствуйте! Брянщина отметила 55-й Всероссийский праздник поэзии, посвященный поэту и дипломату Федору Ивановичу Тютчеву. Традиционно в Овстуге состоялась большая праздничная программа под названием «Родник поэзии твоей». Чем в этом году удивили организаторы, расскажет Андрей Мамошин. Гостями праздника «Родник поэзии твоей» стало руководство Брянского региона, районов области, представители духовенства, члены творческих союзов, писатели и поэты. Вместе с другими посетителями Тютчевской усадьбы гости смогли окунуться в поэтическую атмосферу XIX века. В начале праздника по традиции состоялась лития по нашему земляку Федору Тютчеву в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Почтили память великого поэта губернатор Александр Богомаз, митрополит Брянский Исевский Александр, епископ Клинцовский Трубчевский Владимир и другие почетные гости. К памятнику великого поэта легли цветы. Яркой особенностью нынешнего Тютчевского праздника стал театральный фестиваль «Ожившие афиши», встречавший гостей. На глазах посетителей оживали сцены из известных отечественных кинофильмов. Климовский межпоселенческий дом культуры привез вовстук отрывок из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». И участие в постановке мог принять любой желающий. Климовская труппа первой и встретила представительную делегацию. Хотелось как-то донести зрителям, в первую очередь, какую-то атмосферу. И каждый прохожий вправе попробовать себя хоть на роли Шарикова, хоть на роли профессора, хоть на роли нашего доктора. Каждый может сесть, сделать какую-то зарисовку из этого фильма, выпить той же, как говорилось в фильме, именно русской водочки, которая 40 градусов, не 30. Посетителям праздника была представлена выставка продажа работ декоративно-прикладного творчества. Это и классические матрешки, и картины брянских художников, и изделия из бересты. В общем, огромное разнообразие произведений и ручной работы. Своё творчество представили народные мастера России и Брянской области, ученики областных детских школ искусств. Поразил гостей духовой оркестр Дядьковской музыкальной школы. С приветственными словами к участникам праздника «Родник поэзии твоей» обратился глава региона Александр Богомаз, отметив преемственность поколений в любви к творчеству Фёдора Тютчева. Наш традиционный Тютчевский праздник интерес к предприятиям прошедшего года литературы в России доказывает великую силу печатного слова. На недавнее заседание Общества русской словесности президент России Владимир Владимирович Путин сказал, «Спережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. И мы должны сделать всё, чтобы знания классической и современной литературы, грамотная речь стали неотъемлемой частью нашей страны». Отметил Александр Богомаз также, что историко-литературный музей-заповедник Остук активно занимается выявлением и поддержкой молодых поэтов. Они также имели возможность не только принять участие в празднике, но и представить своё творчество корифеям в литературе. Среди них председатель Брянской областной общественной писательской организации Владимир Сорочкин, руководители литературных организаций из других регионов России и соседних государств. Из Смоленска приехал особенный гость – дочь Николая Рыленкова, известного поэта, творившего на Брянской земле. Глава региона вручил памятные медали Российского организационного комитета по проведению года литературы. Благодарственные письма губернатора, неоднократным победителям литературных конкурсов и юным интерпретаторам поэтического творчества Фёдора Тютчева. В рамках поэтического праздника «Родник поэзии твоей» состоялась презентация юбилейного 10-го выпуска «Альманаха. День поэзии. 21-й век. 2015-16-й годы». В сборник включены стихи поэтов из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Тютчевский праздник не оставил равнодушных. Для многих посещение этого мероприятия стало доброй традицией. Поэзией Тютчева пропитан здесь повстук. И воздух пропитан поэзией Тютчева. Он везде, он всюду. И на мостике этой тихой речки, Австуженке. Он в Литии. И даже в этих старых аллеях усадьбы. Я думаю, что Тютчев, он действительно певец русской природы. Ежегодно стараюсь побывать здесь. Побродить по этим липовым аллеям. Потому что это способ отречься от городской суеты, успокоиться, послушать своё сердце и свою душу. Из года в год на празднике «Родник поэзии твоей» появляется что-то новое. Так в прошлом году в Австуге впервые прошёл философский салон. И в этот раз его участники, среди которых и руководители региона, обсудили творческие вопросы, а также планы на будущее. Грандиозный по масштабу международный праздник поэзии, пропитанный русским романсом, народными песнями и, конечно же, стихами Фёдора Тютчева, собрал сотни гостей. Андрей Мамошин, Владимир Шалободов. События. Жуковский район. На съезде Общества русской словесности президент России Владимир Путин заявил, что вопросы русского языка и литературы заслуживают большего внимания, чем было до сих пор. Потому что речь идёт о сохранении национальной идентичности. О том, чтобы быть и оставаться народом со своим характером, со своими традициями, со своей самобытностью. Не утратить историческую преемственность и связь поколений. В День памяти Александра Сергеевича Пушкина в России состоялось множество конференций и встреч с экспертами в области русского языка. Наша телекомпания приняла участие в видеоконференции ТАСС, посвящённой Международному Дню Русского Языка. Журналисты телерадиокомпании «Брянская губерния» ежедневно сталкиваются с проблемой чистоты и правильности русского языка в профессиональной речи. Мы постоянно заглядываем в словарь ударений, ищем правильные варианты склонений тех или иных сложных слов. Как говорят специалисты, в этом нет ничего удивительного, ведь языковые нормы очень подвижны и переменчивы. Мы все с вами стали свидетелями того, как кофе стал и мужского, и среднего рода. И эта норма теперь закреплена. Поэтому всё чаще действительно именительный падеж выступает агрессивно по отношению к винительному. И всё чаще мы винительный падеж заменяем именительным. Не только в наименованиях, в названиях географических объектов, но и в других мы всё чаще говорим, хочу выпить чай, а не чая, не вижу лес, а не леса. Поэтому это вот та норма, которую сегодня мы отмечаем, она пока не описана в учебниках. Много лет у брянских журналистов оставался нерешённым вопрос о топонимах, заканчивающихся на «о». Например, Дядькова. О том, как всё-таки в современном русском языке правильно произносить окончание этого города, склонять ли его или оставлять неизменным, спросили ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Маргариту Русецкую. Конечно, академическая строгая норма предполагает склонение. И, конечно, в Дядькове, и, конечно, во Внукове, и, конечно, в Строгине. Но если говорить о двойственной норме, о допустимых вариациях, то язык всё чаще нам подсказывает и показывает те примеры, когда мы перестаём склонять эти наименования. Будут ли это узаконено, внесётся ли это в учебники и в справочники, поживём и увидим. А вот что на этот вопрос ответил автор словаря «Трудности русского языка» для работников СМИ Михаил Штуденер. Я думаю, что и Дядькова, и Внукова, и Переделкина, и Останкина нужно склонять. Традиционно эти слова всегда склонялись, несмотря на действующую в современном русском литературном языке тенденцию к аналитизму, к утрате склонения, и это проявляется именно на склонении топонимов такого типа, как Переделкина. Александр Сергеевич Пушкин в письмах Натальи Николаевны Гончаровой писал, например, «Видно нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить». Пушкин склонял, и я думаю, что мы тоже должны стараться склонять. Участники конференции о русском языке затронули ряд насущных проблем, связанных с уровнем грамотности современных российских СМИ. Ответы на многие вопросы журналисты могут найти в новом словаре «Трудности русского языка» для работников средств массовой информации. Его автор постарался отразить современные нормы и запросы подготовленного большинства. Нормальные люди произносят, говоря о температуре, температура минусовая, минусовая. Но ни один словарь этого варианта не дает минусовый уровень, минусовая температура, но люди произносят минусовая. И я старался, чтобы мой словарь отражал то, что ожидается большей частью аудитории. В работе на телевидении не только мы сами часто сталкиваемся с проблемой, как правильно поставить ударение, как просклонять тот или иной топоним или числительное. Нередко в нормах русского языка ошибаются люди, у которых мы берем интервью. Есть золотое правило, которому должны следовать все, кто выступает перед публикой. Лучшая речь – это речь заранее подготовленная и отрепетированная. Александра Седачева, Владимир Шалободов. События. Брянск, Москва. В день памяти Александра Сергеевича Пушкина наш телеканал традиционно проводит опрос среди жителей Брянска. В этот раз мы выясняли, чье творчество горожане лучше знают – солнце русской поэзии или звезды российской эстрады. А все для тебя – рассветы и туманы, для тебя – моря и океаны, лишь для тебя. А вот еще Пушкина, вы помните, буря мглой и небо кроет. Да, сейчас, подождите, так неожиданно. Буря мглой и небо кроет. А что там дальше? Вихри снежные. Снежные крутя. То, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Продолжите, пожалуйста, стихотворение. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сам кунта негой взора. Навстречу северной авророй. Звездой из севера явись. Продолжите стихотворение. Буря мглой и небо кроет. Вихри снежные кружа. То, как зной она заводит, то заплачет, как что-то там. Мороз и солнце, день чудесный. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сам кунта негой взоры. Навстречу утренней авроре. Дальше не помню. Все для тебя, рассветы и туманы. Море и океан. Все для тебя. Дальше не помню. А вы? Нет, не помните? Нет. А помните, продолжите строчку Пушкина, известное тоже стихотворение. Мороз и солнце, день чудесный. Не помню даже. Я даже не помню. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Это Пушкин, да? Да. Вот, дальше забыл. Я же уже старенький, не помню. Все для тебя, рассветы и туманы. Все для тебя, моря и океаны. А вот стихотворение Пушкина. Буря мглою небо кроет. Вихри снежные кружат. Все. Я помню чудное мгновение. И передо мной явилась ты. Как немалетное видение, как гений чистой красоты. Всемирно известные объекты культуры, жемчужина города Брянска, парк-музей имени Алексея Константиновича Толстого отметил свое 80-летие. К юбилею любимого места отдыха сотен тысячи людей провели конкурс рисунка среди школьников. А для всех посетителей парка организовали красочную праздничную программу. Кульминацией торжества стало открытие обновленной деревянной скульптуры Брянской Мадонны. Юбилейные торжества начались с награждения школьников, которые приняли участие в конкурсе «Я рисую парк Толстого». Свои работы подготовили 250 ребят. 47 из них жюри отметила дипломами и памятными вымпелами. Это одно из моих любимых мест в городе. И когда предложили попробовать свои силы в этом конкурсе, я решила нарисовать сказочного персонажа. Там такая интересная скульптура – Баба Яга и Филин. Мне очень с детства прямо нравится скульптура Емеля и Щука. Ну и когда сказали, объявила учительница, что вот надо, можно, кто хочет, желающий нарисовать парк, я решила нарисовать именно эту скульптуру. Просто мне так нравится, я не знаю. Чем тебе вот парк может нравиться, любишь ты здесь гулять? Очень люблю. Почему? Ну тут так весело, так уютно, прям как у меня во дворе. Сегодня парк Толстого, как и 80 лет назад, излюбленное место отдыха горожан и гостей Брянска. Старинным вальсом приветствовали гостей на входе в парк у бюста Алексея Константиновича Толстого. На торжество пришли все, кто неравнодушен к Брянскому парку, получившему всемирную известность, благодаря его почетному директору-поэту Валентину Динабурскому. Валентин Давыдович создал уникальную коллекцию деревянных скульптур, которые превратили парк в сказочный лес. Первую скульптуру из ствола погибшего дерева вырезали молодые скульпторы-любители, модельщики завода дорожных машин Игорь Жданов и Виктор Михайлов. Это был старик-сказочник. Так парк начал заселяться героями народных сказок. В 1966 году была создана «Брянская Мадонна». Парк был построен по лично моему проекту. Проект мой предусматривал время от времени замену скульптуры, подобной же по содержанию, но, может быть, отличаться по форме. В год юбилея парка приступили к обновлению его деревянных скульптур. Уже заняла свое место фигура «Мудрость». К юбилейному дню скульпторы постарались завершить знаменитую «Брянскую Мадонну». Но, как признались авторы фигуры, она не до конца доделана. Последние штрихи будут наносить уже после установки. Работают другие мастера. Прошло время. Работают они с другим материалом. Теперь это уже дуб. Мы стараемся делать скульптуры так, чтобы они были более долговечны. Конечно, у каждого автора свой почерк. И от этого тоже никуда не уйдешь. Поэтому, ну, наверное, это будет не такая достоверная копия той «Брянской Мадонны». Кто-то, может быть, расстроится, а кто-то, может быть, наоборот, обрадуется. Потому что у каждого человека есть свои представления и о красоте, и о гармонии, о материнстве. Первую «Брянскую Мадонну» создали по инициативе Валентина Динабурского, который увидел образ модернистской Мадонны итальянского скульптора Тита Бриссани в литературной газете. 50 лет назад рядом с «Брянской Мадонной» сфотографировался Юрий Гагарин, когда посещал наш город. Эту скультуру и создавали в честь подвига космонавта Гагарина. По замыслу авторов первой «Брянской Мадонны», лики матери и младенца заключены как бы в параболическую кривую, символ бесконечности. Образ Мадонны навевает раздумья о смысле человеческой жизни, ее ценности, неповторимости, единении человека и природы. Гагарину он сказал, что это лучшее, что я видел, посвященное мне. И мне не дали с ним. Он сомнел, хотел поговорить. Мы уже притянули друг другу руки. Но тут КГБшник возник и сказал, Юрий Алексеевич, протоколом не предусмотрено. Я говорю, Юрий Алексеевич, пусть вам сфотографирует память, и будет все правильно. В начале 21 века парк имени Алексея Константиновича Толстого живет по-новому. В нем, как и прежде, много посетителей, особенно детворы. Для них проводят экскурсии, квесты и игры, посвященные истории создания деревянных скульптур. Но лишь с фотографий и детских рисунков на нас смотрят те образы, которые полюбились всему миру, но которые, как оказалось, невозможно повторить и воссоздать. Александра Седачева, Владимир Шалободов. События. Брянск. В детском оздоровительном лагере «Синезерки» прошел день безопасности. О правилах безопасности отдыхающим школьникам рассказали сотрудники МЧС. Юные воспитанники лагеря приняли участие в пожарной эстафете и в конкурсе детского творчества. Познакомились с современным спасательным оборудованием, а также научились правильно оказывать первую помощь пострадавшим. Уроки, репетиторы, контрольные и диктанты позади. Впереди у школьников три месяца отдыха. Уже в первые дни каникул в детский оздоровительный лагерь «Синезерки» приехали более 300 мальчишек и девчонок. Всего в этом году здесь отдохнут более тысячи школьников. Для комфортного отдыха детей в «Синезерках» созданы все условия. Как и всегда, особое внимание уделено подготовке лагеря и с точки зрения противопожарной безопасности. Лагерь готов по всем параметрам пожарной безопасности. Произведена проверка пожарных огнетушителей, пожарной сигнализации, выведен мониторинг систем пожарной безопасности на пульт Главного управления МЧС России по Брянской области. Создана добровольная пожарная дружина. На территории лагеря существует мобильная мотопомпа, которая осуществляет в случае возгорания моментальное тушение. Самим отдыхающим о правилах безопасности приехали напомнить сотрудники МЧС. В рамках Дня безопасности школьники приняли участие в учебной эвакуации, а также в конкурсе рисунков на асфальте. Разноцветными мелками юные художники рисовали огонь и пожарных спасающих людей. Задачей является в первые дни заезда детишек напомнить им основные меры безопасности, в быту, техносферные вопросы и на природе. Мы привозим сюда технику, инструмент, привозим сюда пожарных, спасателей, которые вместе с преподавателями напоминают детям об этих основах. Все это проходит в виде конкурса, викторин. В День безопасности в лагере развернулась выставка спасательного оборудования. Школьники смогли поработать с металлоискателем, а также с приборами дозиметрического и химического контроля. На мне одета защита для поисково-спасательной службы. Эта одежда, как мне рассказала инструкция, предназначена для поиска мин со времен Второй мировой войны. Вот, например, вот этот щит весит 16 килограмм. Плюс еще шлем и очки. В общей сложности где-то 20 килограмм. Почувствовать себя настоящим спасателем, примерить форму и потушить пожар. Воспитанники лагеря могли в ходе веселой пожарной эстафеты. Беги! Беги! Давай, давай! Давай, давай! Желающих примерить на себя бойцовскую форму оказалось немало, ведь стать бесстрашным спасателем – мечта многих мальчишек. С помощью эстафеты юные воспитанники лагеря смогли понять, какими навыками должен обладать настоящий спасатель. Он должен быть смелым, отважным и должен быть везде, где находятся пожары. В завершении мероприятия самые активные участники эстафеты получили подарки от сотрудников МЧС, а также от Брянского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Кристина Протхилова, Максим Кузнецов. События. Навлинский район. Телекомпанию «Брянская губерния» отметили в Ханты-Мансийске. С 1 по 5 июня там проходил юбилейный 20-й международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». Это проект уникального формата. На несколько дней Ханты-Мансийск превращается в телевизионную экологическую столицу России, где можно увидеть все самое актуальное в зарубежной и отечественной экологической кинодокументалистике. Символ фестиваля – птица Гагара. По древней мансийской легенде, именно она, трижды нырнув на дно океана, принесла в своем клюве людям горсть земли, из которой и появилась суша. Журналистов, вступающих в ряды защитников природы, становится все больше. География участников телефорума растет. За годы существования фестиваль объединил 53 страны ближнего и дальнего зарубежья. А на этот раз в Ханты-Мансийск прислали свои работы больше 200 участников из разных стран мира. Члены жюри отсмотрели больше 400 работ. Среди них оказался и проект телерадиокомпании «Брянская губерния. Территория природы», рассказывающий о заповедных местах области. Передача вошла в тройку лучших в номинации «Телевизионный проект» и стала лауреатом конкурса. То, что нашу работу отметят, это, конечно, оказалось полной неожиданностью, потому что на фестиваль прислали свои документальные фильмы, телепередачи, сюжеты, участники с разных уголков мира, и очень сильные работы были у нас странцев. И, конечно, войти в тройку лучших в свои номинации – это очень большая честь для нас. И хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в съемках этой передачи. Это, конечно, сотрудники заповедника, которые консультировали нас и проводили с нами очень много времени. И отдельное спасибо сказать человеку, который вкладывал душу в этот проект – это наш монтажер Людмила Ковач. Сами съемки природы – это очень ответственная вещь и очень сложная, потому что невозможно природу подстроить под себя. То есть, возможно, всякие дожди могут прервать съемки, а тебе необходимо за короткий промежуток времени снять очень достойную, качественную информацию, чтобы потом можно было смонтировать программу из этого. Ну, конечно, тепло на душе, что старался, не впустую, что снял, максимально выложился и, так скажем, показал хороший результат, думаю. В рамках живого общения со зрителем в Брянске прошла лекция Анатолия Вассермана. Беседа на тему «Будущее России через 50 лет» продолжалась больше двух часов. Посетил лекцию и наш корреспондент Андрей Мамошин. Поделиться своими представлениями о будущем России в Брянск приехал весьма своеобразный гость. Эрудит, публицист, политический консультант, человек, известный не только своим уникальным умом, но и жилетом, в котором он постоянно носит более ста предметов. Все необходимое взял с собой Анатолий Вассерман и в наш город. Спрашивали гостя о том, какой он видит территорию России через 50 лет, о перспективах благосостояния населения, о будущем демократии. Интересовало слушателей отношение Вассермана к сегодняшним экономическим событиям, путям выхода из кризиса. На одном из форумов, где Анатолий Вассерман выступал с лекцией о будущем России, он отметил, что через 50 лет его, к сожалению, уже не будет на этом свете, и ответить за свои слова будет некому. Может, именно поэтому на лекции в Брянске Анатолий Вассерман так смело давал прогнозы на будущее, которые подчас эпатировали публику. Например, смелое высказывание о том, что через 50 лет граница России расширится чуть ли не до состояния Российской империи конца 19 века. Брянскую область в таком случае Вассерман уже не видит приграничной через 50 лет. В целом, высказывания Вассермана были столь же интересные, сколько и спорные. Удивила трактовка исторических событий сталинского периода и роли самого Сталина. Он стал действительно первым лицом в государстве только в конце 1938 года, когда под его руководством задавили большой террор. Я просто знаю, что большая часть преступлений, в которых его обвиняют, это преступления, с которыми он боролся. Задаваемые вопросы периодически выходили за рамки обозначенной темы. Коснулись и деятельности Вассермана как игрока интеллектуальных соревнований, в том числе спортивной и телевизионной своей игры. Кстати, в Брянске Анатолий Вассерман также принял участие в спортивной игре «Что, где, когда», проходящей в стенах Брянского государственного технического университета. Что касается лекции, то многие, несмотря на спорность суждений Вассерман, остались довольны интересной беседой. Лекция очень понравилась, хотя я не совсем согласен. Понравилась тем, что, во-первых, сам Анатолий, он очень грамотный человек. Он рассказал очень много интересных вещей, об очень многих интересных событиях упомянул и дал им свою оценку. Много вопросов было задано лично уже после завершения лекции. Пообщался с Анатолием Вассерманом и Алексеем Хатиновским. Беседу с гостем вы сможете увидеть в ближайший четверг в 19.30 в передаче «Смотрите, кто пришел» на телеканале «Брянская губерния». Андрей Мамошин, Евгений Седачев, Максим Кузнецов. События. Брянск. В Брянске на базе областного теннисного центра прошло летнее первенство региона по теннису среди спортсменов до 18 лет. В соревнованиях приняли участие более 60 юных теннисистов. Это хозяева кортов, воспитанники областного теннисного центра и представители спортивной школы «Торпеда». На протяжении почти двух недель спортсмены выявляли сильнейших в трех возрастных группах. В итоге победителями в младшей группе от 9 до 10 лет стали Юлия Семина и Дмитрий Солодовников. В возрастной категории до 13 лет первыми станут на счету Анны Катуниной и Влада Федосейского. Лучшими теннисистами области в категории юноши стали Алена Шеремет и Артур Рубин. Не ради награда, а по зову сердца. В поселке Белые берега прошел первый областной фестиваль «Бега Брянский лес». Испытать себя на прочности и преодолеть километр-другой в итоге собралось несколько сотен поклонников здорового образа жизни из Брянска, Москвы, Калуги, Смоленска и других городов. На спортивном празднике побывала и съемочная группа событий. Поклонники «Бега» стали собираться на площади поселка задолго до первых стартов. Не смутил гостей праздника даже обрушившийся на Белые берега ливень. «Это же не камни с неба», – шутили участники. Действительно, наблюдая, с каким настроением готовились спортсмены к многокилометровой гонке, сложно предположить, что может остановить человека, решившего выйти на старт марафона. Сам по себе формат фестиваля подразумевает участие в забегах всех желающих. Но даже для организаторов количество участников стало сюрпризом. Только официальную регистрацию на сайте фестиваля прошли более 200 любителей бега. Абсолютно любой дистанции, поэтому мы делали несколько разных дистанций, чтобы без особой подготовки люди могли поучаствовать, пробежать хотя бы 5 километров, это под силу любому человеку. Ну а те, кто более подготовленные, спортсмены, они бегают полумарафон, марафон. Ожидаем серьезных ребят с хорошими результатами на уровне уже мастеров спорта, КМСов, мастеров спорта. Ставь! Внимание! Парк! Открывать фестиваль доверено было самым юным участникам. И пусть символичность дистанции не вводит в заблуждение. Для каждого из них это большая победа. В первую очередь над собой. Километр за самая большая дистанция, или ты больше не пробежал? Я бы... Нет, не пробежал бы больше. Пробежал бы? А почему? Потому что у меня уже сердце стучало так, что уже я бы... уже на стадионе упал. Профессионалы и любители, гости из соседних городов и случайные прохожие, которых захватила атмосфера происходящего. Фестиваль «Брянский лес» и спортивного состязания превратился в настоящий праздник спорта и хорошего настроения. Я, конечно же, приму участие сейчас и стану на старт. Пробегу 5 километров. Здесь, конечно, марафон. Самая длинная дистанция 42 километра. Но мы попробуем сначала на 5 километрах. Я думаю, все получится. Не занимаюсь непрофессионально. Пришел заниматься в школу бега в феврале месяце. Получается, первый набор был, и мы готовились к полумарафону в Вене. И вот с этого началась моя беговая карьера, так сказать. Совсем недавно, буквально там 4 месяца. Это мой будет марафон. Сегодня побегу марафон. Это будет 151 марафон в моей жизни, правда. Всего-то мне 71 год. А давно бегом занимаетесь? Как ушел на пенсию. С 45 лет. И все-таки главный старт фестиваля – марафон. Пугающий простого обывателя 42 километра 195 метров. Больше двух часов непрерывного бега. Решиться на такое способен не каждый. Участники, настоящие герои, которые сегодня сюда не просто пришли, а для того, чтобы бежать, бежать к своей цели. Руководствуясь знаменитым олимпийским принципом, где победа не главная, организаторы с гордостью отметили, что ни один из стартовавших не сошел с дистанции. Это можно считать главным итогом фестиваля. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров. События Белые берега. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Телефон редакции 306-696. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Всего хорошего. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином ОДЖИ. Бум-Сити, второй этаж. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты Бигуди знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим – ваша красота. Наша работа.